С большим интересом. Я сам, так сказать, нахожусь в Фейсбуке и сегодня с утра читаю отзывы на эти события. И я могу сказать, что всецелая поддержка митингующим, несмотря на, конечно, противоречия между нашими странами и обществами, всецелая поддержка. Браво! Это движение к свободе. Пусть армяне научат других народов тоже проводить перемены без крови. А это может опыт перемен без крови и движения свободе помочь в будущем устранить противоречия, которые в прошлом приводили к кровавым столкновениям между Азербайджаном и Арменией? Или это вещи не связанные? Как вам кажется? Нет, это связанные вещи. А в чем? Все это культура, это культура общества, социальный капитал, это все умение управлять страной, умение общества влиять на события. Все это очень полезно и это в будущем обязательно проявится. В эстеблишменте властном в Азербайджане события в Армении воспринимают как плохой пример или нет такого? Пока нет от них никаких сообщений. Почему? Наверное, но я не знаю, наши государственные СМИ, они как сейчас в брежневском режиме работают. Пока там они решат, что передавать, как относиться, значит, это где-то к десяти вдруг мы увидим. Вероятно, там будет такое злорадное отношение, что вот, посмотрите, они разваливаются. Возможно. Конечно, радоваться они не будут. Они вот злорадство какое-то такое будет. А вот в демократическом лагере, в гражданском обществе, всецелая поддержка. Браво, молодцы. Теперь азербайджанская диктатура осталась одна в Закавказье. Уже вот Грузия освободилась, Армения освободилась. Я просто читаю прямо тут ленту на моей странице. Азербайджанская диктатура осталась одна. Кто-то написал. Я всегда считал и остаюсь при своем мнении. Карабах в итоге достанется более демократической стороне. По-русски. Ну, тут много по-азербайджански, поэтому... А скажите, кстати, это важно, что Серж Сарксян, президент, который был выходцем из политики карабахской, сейчас уходит из власти? Или для Азербайджана вот это меньше всего сейчас важно? Объясните. Нет, это важно. Объясните. Это важно. Ну, дело в том, что он не один там находится у власти, а целый большой карабахский клан. И прошлый президент был из Карабаха, и этот, и таким образом они уже лет 10-15... С 98-го года, если там точнее говоря. Да, они вокруг себя нарастили такой карабахский клан. Вот что с ним будет, непонятно. Вся его партия, правящая партия, тоже это карабахский, так сказать, карабахский клан. И вот ослаблит ли он? И все это зависит от задач, которые ставит вот это движение протестное. К сожалению, мы ничего про него не знаем. Я только могу предполагать, что люди вышли на улицы из-за вот то, что называется bad governance. Плохое управление, коррупция, кумовство, монополизм вот из-за этого. Что они собираются делать с Карабахом, мы не знаем. И никаких заявлений не было от митингующих. Ожидается, что это движение будет также движением за большую независимость. За больший суверенитет Армении, который при Саркисяне был потерян. Фактически Армения превратилась в форпост России и просто повторяет за ней то, что она требует в международной политике. А именно, она не собирается урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, а также и армяно-турецкие отношения. Никаких таких с российской стороны подвижек нет. Будет ли это изменено? Вообще, кто будет править республикой после этого? Карабахский кламп пока остался у власти. Нынешний президент временный, который сейчас там, он тоже из этой же партии, тоже человек Саркисяна. Вот как дальше будет неясно. Но это все не важно по сравнению с тем воодушевлением, которое, значит, испытывает общество вокруг Армении на тему «народ сказал свое слово». Народ, десятилетиями молчавший, сказал свое слово. И это очень важно.